Сегодня мировой судья советского округа огласила приговор по делу Амички, которая бросила четверых детей и уехала со своим знакомым в другой город. Двух дочерей и сына она отправила на лечение в санаторий, а вот двухгодовалую малышку и вовсе оставила одну в съемной квартире. Но прежде предусмотрительная мать написала записку, что отказывается от своих детей и просит государства о них позаботиться. Дверь оставила открытой. Сколько малышка пробыла, одна неизвестно. Девочку обнаружил случайный прохожий в сугробе. Она выпала из окна второго этажа. Ребенка госпитализировали с переохлаждением и травмами. О ней заботятся работники специализированного дома ребенка. Мать на полгода ограничили в родительских правах. Несмотря на предложенное гособвинителем наказание с отбыванием в колонии-поселении, суд назначил фигурантке дела обязательные работы. Собранные следственными органами Следственного комитета по Омской области доказательства признаны судом достаточным для вынесения приговора 28-летней Алене Надеевой. Она признана виновна в совершении преступления, предусмотренной статьей 125 Уголовного кодекса Российской Федерации «Составление в опасности». Приговором суда подсудимая назначила наказание в виде 240 часов обязательных работ. Дети сейчас находятся в детских домах, поскольку решается вопрос о лишении родительских прав в отношении Надеевой. В Омске задержали пьяного таксиста. Он разъезжал по кривой траектории в Октябрьском округе и двигался по встречке. В это же время на улице 15-й рабочие остановили авто с 34-летним водителем, тоже в состоянии алкогольного опьянения. Для движения он также выбрал встречную полосу. Нарушителей ждет штраф и лишение прав. А вот жителя Нижнеомского района – реальный срок. Как нам рассказали в пресс-службе прокуратуры, 54-летнего мужчину задержали сотрудники ГАИ. От медицинского освидетельствования он отказался. Как оказалось, местный лихач лишен прав и имеет непогашенную судимость за пьяное вождение. Суд принял во внимание уже имеющийся в жителя Нижнеомского района условный срок и приговорил к 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, его лишили водительских прав на 2 года и 11 месяцев. Также в Полтавском районе после вмешательства прокуратуры водителя лишили водительских прав. В ходе проверки было установлено, что гражданин состоит на учете врача-нарколога. В соответствии с утвержденным перечнем медицинских противопоказаний управление транспортным средством в этом случае невозможно. Виновному в ДТП водителю предстоит провести 4,5 года в колонии общего режима. Первомайский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего Амича. Он спровоцировал аварию на 24-й Северной. Водитель Приоры проигнорировал запрещающий знак и повернул налево. В результате столкнулся с Митсубиши. От удара тот сбил светофор. Опора придавила молодую супружескую пару. Суд признал виновным только водителя Лады. Отец погибшей девушки не согласен с приговором и намерен его обжаловать. Мужчина будет добиваться наказания и для второго участника ДТП – водителя внедорожника. Чудеса вождения. На этом видео авто из правого ряда подрезает на перекрёстке Митсубиши и совершает поворот налево. Знал или нет водитель о том, что нарушил правила дорожного движения, остаётся догадываться. Однако левый сигнал поворота он заботливо включил. Отмечают в комментариях. Подрядчики уехали, а цирк остался. В уголовном деле по факту хищения денежных средств по статье «Мошенничество в особо крупном размере» фигурирует омский цирк. Реконструкция здания началась ещё четыре года назад. Генеральным подрядчиком выступило Московское общество с ограниченной ответственностью «Строительные технологии». Формально реконструкцию завершили к трёхсотлетию Омска. Предположительно, фигурантами могут быть представители подрядной организации. В частности, летом прошлого года силовики изымали в цирке документацию, связанную как раз с работой строителей. Руководство омского цирка отмечает, что является в данном случае потерпевшей стороной. Никакие расчёты через бюджетных денежных средств. Деньги о распределении, об оплате вопрос решался. Российская государственная цирковая компания. Там же подписывались документы, являвшиеся основанием для перечисления данных денежных средств. Поэтому сотрудники Омского государственного цирка были допрошены в качестве свидетелей. На добровольно-принудительные поборы в школах и детских садах омичи жалуются не только в социальных сетях. Имеют ли право работники школы детских садов требовать деньги с родителей и какое наказание может им грозить? Прокуратура провела горячую линию по вопросам соблюдения законодательства в учреждениях образования. Десятки омичей рассказали о сборах средств на охрану территорий, интернет, освещение, жаловались на плохое питание школьников и платные внеурочные занятия. На горячую линию поступило 22 обращения о нарушении прав на бесплатность образования в 16 образовательных учреждениях и 5 дошкольных образовательных организациях, которые содержали факты о неправомерном взимании с родителей денежных средств на обеспечение организации надлежащих условий, обучения и формирования соответствующей материально-технической базы. По каждому обращению органам прокуратуры города Омска организована соответствующая проверка, по результатам проведения которой будут приняты в случае необходимости меры прокурорского реагирования. Подготовку к весеннему паводку ускоряет прокурорский надзор. Так, прокуратура Знаменского района провела проверку исполнения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Установлено, что органы местного самоуправления длительное время не принимали меры по оборудованию нескольких автомобильных дорог райцентра водоотводящими устройствами. Весной во время таяния снега это становилось причиной подтопления автодорог, приусадебных участков и жилых домов. Достаточно вспомнить сильные паводки последних трёх лет. В северных районах области ситуация всегда критическая. Дороги размываются, мосты разрушаются, дома наполовину стоят в воде. По выявленным фактам, прокурорам района главе Знаменского сельского поселения ранее вносилось представление, однако меры по устранению нарушений приняты не были. В этой связи в Знаменский районный суд Омской области прокуратура направила исковое заявление о понуждении органов местной власти выполнить все предписания по благоустройству улиц до наступления таяния снега. Изрядно поволновались жильцы пятиэтажки на Батумской. В соцсетях появилась информация о том, что якобы в одной из квартир находится граната. На место выехали полицейские и сапёры. По сообщению поступившему от жильцов дома по улице Батумской на место происшествия прибыла следственная оперативная группа. По результатам проведенного осмотра предметов, представляющих опасность для граждан, не обнаружено. Расскажите вас, за что достали в отдел полиции? Из-за того, что я позвонил в Победу и сказал, что он заложен на бомбах. А зачем вы это сделали? По ошибке. Просто по ошибке. Так объясняет свой звонок в полицию жительница советского округа. С утра выпила стакан за здоровье, набрала номер и сообщила, что в магазине по улице 22 апреля заложена бомба. А вы видели, что сотрудники полиции приехали к магазину? Нет, не видела. Не видели? Потому что у меня там не было. Я сидела дома. И что ждали? Каких действий после вашего звонка? Думали, что будет? Я думал, что они не примут эту ситуацию. Всерьёз, да? Да. Получилось, что это всерьёз. Спецгруппа оперативно прибыла на место. Здание обследовали, взрывного устройства не обнаружили. Звонила шутница со стационарного телефона. Поэтому найти амичку не составило труда. Как выяснилось из допроса, в этом торговом центре она работала уборщицей. Раскаивайтесь в том, что совершили. Раскаивайтесь. Больше так не будете делать? Не буду. Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Женщине предстоит компенсировать материальный ущерб спецслужбам, которые выехали на ложный вызов. Из зарплаты теперь не получится. Из магазина её уволили в тот же день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова